Привет, друзья-товарищи! Сегодня я отправляюсь в очень далёкую деревушку. Находится она бог пойми где. Осталось всего лишь 7-8 заброшенных домов. Это используют ливень как поддачу. Решил поехать посмотреть вдруг чего осталось, ведь деревушка-то не была непростая. До революции это было крупное торговое село, в котором были свои конюшни, торговые лиды, проходили ежегодные ярмарки и тому подобное. Так что отправляемся на приключения. Если б я только знал, какой это будет интересный и везучий день. Зашёл я в первый попавшийся домик, а здесь... нечто. Я такое ни разу в жизни не встречал. Целая комната, оформленная под некую коллекцию мини-музеечек крестьянского деревенского быта. Ну и здесь явно постарался какой-то местный житель. Наверное, его уже нет в живых, потому что весь домик уже перекосило. Ой, опасно. Но, тем не менее, здесь всё это осталось. Музей, между прочим, хорош. Интересное собрание. И самое главное, что здесь всё можно потрогать и рассмотреть. Висит разбитая тирасинка Матадор. Колёса от прялки, военная сумочка. Ну и здесь, конечно, есть на что посмотреть. А прялка-то какая редкая к козликам. Я такую встречаю всё второй раз в жизни. Ой, я же совсем забыл про корыто сказать. Корыто, между прочим, замечательное. В старинной ступе, в которой летала Баба Яга, большой резной пест, тоже никогда не встречал впервые. Чудных вещей здесь полно. Сейчас на улице сухо, и потому можно рассмотреть всё с комфортом. Что-то привлекло моё внимание, торчащее под крышей, обливаемыми дождями. И я нашёл здесь кресло, причём кресло какое-то необычное. Вы только посмотрите, у него гнутая сидушка, как у некоторых венских стульев. Резные шарички, оно на пружинах. Я таких раньше не встречал кресел. Хотя, возможно, это из гранитура летучая мышь Яков Иосиф Кон. Надо проверить. У самого входа висит самодельная клетка для птиц. Старинный короб, сундук с плетённым ковриком. Засниму ещё вам картину, открывающуюся в портале двери. Нда-с. Так, забрался на чердак. Так, решил осмотреться здесь, раз такое кресло непонятное. Может, ещё что-нибудь интересное есть. Ну что-то я пока ничего толком не вижу. Старинные лестницы, лыжи, валенки. Игрушки в коробке. В принципе, стандартный наборчик. Ещё вон бутылки везде валяются. Ничего толком необычного. Нет, ну всё необычное, разумеется, находится на первом этаже. Это уж бесспорно. Не, ну ступа хороша. Всё-таки придумали ракету, видим по макету ступы. Посмотрите. А рубль здесь какой интересный. С коваными пластинами. И пила с рожками. Кованинка, запорчить старинная. Сумка вот военная висит, хотел уже вам показать. С войны ещё сумка. Наверное, хозяева в доме умерли, потому что он давно не отапливается, у него уже выбиты рамы, подгнил угол. Но тем не менее, остались такие прекрасные вещи, которые просто так погибают. Нет, это не просто дом с подозрением на то, что он нежилой. Он ведь реально нежилой. Вы только посмотрите на соседнюю террасу. Людей здесь не было уже, наверное, лет двадцать. Последний год, 1994. Дом кажется таким мрачным. У него заколочены окна. Нет, вторая половина кажется намного зловеще, чем предыдущая. Какой здесь колоритный классный диванчик. Знаете, что здесь ещё находится? Огромный короб. В него, наверное, поместятся две машинки. Да, явно здесь люди жили не бедно. Такие часы иметь мог далеко не каждый. Наверное, какой-нибудь Густав Беккер. Или Лерой Париж. Плавненько переходим в другой дом. И здесь находится экстраординарная вещь. Красивенный шкаф. Конечно, уже ушедший, но он такой классный. Я бы себе хотел такой. Домик оказывается непростой. Это некая мини-усадебка местного промышленника-купца. Сейчас она заброшена. Надо же, а ведь люди здесь жили до 2010 года. Как может быть иначе, если в таких домах не вскрыты полы и не просеянно через сито? Я собрался на чердак и вижу здесь новую для себя вещь, ранее не изученную. Это старинная маслобойка. Сюда стрелялась ручка и крутились лопасти. Взбивалось масло. Да и в целом, весь чердак здесь просто удивительный. Очень много вещей осталось. Старинная посуда, книги, одежда начала 20 века. Очень много приспособлений для ручного откачества. Вероятно, в этом доме жили ткачи. Этот маленький крючок нужен для наладки сетей. А я все еще гадал, к чему это. Здесь так много хлама. Каждый житель этого дома внес свою лепту в этот чердак. Здесь хранятся вещи, принадлежавшие абсолютно всем членам семьи от начала постройки дома. Настоящий архив. Снова какая-то мертвичина. Страшное зрелище. По всему чердаку разложены десятки разбитых горшков. Ни один не цел. А есть, между прочим, очень редкие экземпляры. Например, вот этот. Нашел я обрывок от старинной книжки. Порванная обложка. Учение по тригонометрии. Это очень ранние советы. 1920-е годы. Снова сборище интересных вещей. Старинная зерномолка. Дверца от печки. И врезной замок. Очень большого размера. Зерномолка советская. 1960-х годов. Но! В этом доме я нашел очень симпатичный венский стол. Он лежал на чердаке, в груди соломы. И я его решил спасти. И вещица больно редкая. Жалко просто так бросать ее. Она ж сгниет. Такой дом непростой. Будет память. Собственно говоря, Не успел я немножечко. Дом сгорел. Стена сарая смотрит прямо в душу. Нет, день, конечно, не перестает удивлять. Еще один дом, еще один чердак. Весь дом размародерен, разворошен. А чердак умеет удивлять. И старинные плафоны, чемоданы, гребни. Чего же здесь столько нет. Старинные бутылочки, баночки, посудка, чайнички, коробки. Это так интересно. А еще здесь летают птицы. Бегло осматривая чердаки. Эм... Фуф, это просто балка. Бегло осматривая дома, Я уже потерял счет комнатам и чердакам. Ребята, на самом входе стоит кружка. Кружка непростая. Во. МС Кузнецов. Шикардос. Был. Что-то я проходил мимо буфета и не заметил. А здесь написано. Акционерное общество. А.М. Мюллер. Ревель. Здесь написано Гранд Прикс. 1900 год. От какого-то старого ящика. Возможно, здесь был алкоголь. Или одежда. Раз Гранд Прикс. Ребята, шок контент. Увидел, на полу лежит кусок старой картонки в раме. Поднимаю. А тут... Такое чудо. Целая семья. Рамка уже сгнила. Целая семья. Фотография в хорошем относительном состоянии. Стол какой у них красивый. Я таких фотографий ни разу в жизни не встречал. Просто уникум. Некогда здесь была чудесная печка с израстцами калужского типа. Их было много. Но теперь все завалилось. И разбилось. Увы, ничего не вечно. На крыше уже растет дремучие заросли крапивы. И погибает такой далеко неординарный шкафчик. Встречаются у меня в жизни первый раз. В основном это была вологодская работа. Фраза от басни Крылова «От радости в забу дыхания сперла» подошла ко мне и на сей раз. Я попрыгал-побегал. Да так и пошел домой, не досняя видео, как я ухожу из этой деревни. Поэтому сниму-ка я небольшой обзорчик своих находок. Что ж, давненько у нас не было обзора находочек. Думаю, самое время это сделать. Кокарда от Фурашли. В 1980-е годы. В хорошем состоянии. Пряга. Пряга царская, дореволюционная, с орлом. Находка этого года в запрошенном доме на подоконнике. Странно, что он был там, все обычный хвакопут. Это глазами нашел. Маленькая розеточка от старинного бра дореволюционного. Здесь была электрическая свечка, которая горела. Найдена была в торговых банях. В маленьком сельце. Старинная подвеска от люстры. Тоже дореволюционная. Найдена была в доме очень богатого купца-промышленника. Люстру наметалось два ли еще или двадцать назад. А весь уличка осталось ждать меня. Баночка. Баночка тоже середина девятнадцатого века. Аптечная была найдена около разрушенной во время войны аптеки. Старинная чернильница. Думал раньше, что урановое стекло, но нет. Миф развеялся. Старинная ручка от комода. Это уже... Искусная работа. Хорошая литье. Очень красивая штука. Патрон был найден на чердаке. Это уже второй раз за год, когда я нахожу патроны на чердаке. Все-таки это было, видимо, необходимо. Раз их прятали в таком количестве. Старинная чернильница. Увы, тоже расколотая. Похожа на маленькую корницу. Это Мальцов. Был целый чернильный письменный прибор. С вот такая красивая изящная ручка. Но нашел только это. Увы. Старинная баночка. Ой, флакончик. Оптичных. Дел всевозможных. С орлом. Тоже расколотый. Жалко. Также расколота вот эта бутылка. И вот это наиболее жалко, что она расколота. Кто в теме, тот меня поймет. Что это за бутылка. Насколько она редка и уникальна. Настя. Чернильницы. Это послевоенная чернильница. Это довоенная. Расписано под гжель. Вот. С клеймом. Это некий Кировский керамзавод. Кировская керамика. 20-30-е годы. Бутылка интересная. Бутылка действительно редкая. Вогнутое дно. Очень темное стекло. Оно не пропускает свет фонарика и солнечных лучей. Действительно. Старинная бутылка. Конца 19-го, начало 20-го века. Старинная кружечка. Из последнего видео. Была найдена. Вот она. Какая красивая. Все-таки взял ее. Стало очень жалко. Товарищество МС Кузнецова. И в том же доме была найдена блюдечка. Не заснял. Потому что было под вопросом. Да, это из каталога Кузнецова. Хоть она и без клейма, но это дореволюционное блюдечко. Целенькая, без сколов. В коллекцию. Лампа керосиновая. Находка этого года. Это 53-е годы после войны. Здесь даже есть ярлычок. 75 копеек. Донышко от пивной бутылки. Карлсбат. Такое пиво есть и сейчас. Фирма сохранилась. Но это вот 19 века донышко. Старинная попалась мне штука. Во Вразе. Немецкая табличка. Со Второй мировой войны. Единственное, тут только ничего не подписано. Пустая. Немножко подгнившая, цинковая. Вот вещь интересная. Это крышка от самовара. Без малинничков, без ручечек. Пойдет на террасиновую лампу. На крышку. Цветовой плафон, так называемый. Тул Медпром. 20-е, 30-е годы. Я раньше думал даже, чтобы Ташу попался. Теперь фотографии. Фотографии у меня. Военные Рия. 1901 год. Фотограф Афанасьев. Тула. Первая фотография. Вторая. К сожалению, оборотка сохранилась плохо, но довольно хорошо сохранилось само фотографическое полотно. Голоритные люди. Город Екатериныслав. Самая, конечно, топ-находка из последнего видео. Это, конечно, шедевр. Это очень редкие фотографии. И очень дорогие. Если даже такие маленькие, мог себе позволить сделать не каждый. То уж такую большую. И говорить-то нечего. Вот фотография на память. Что значит. Такие вот дела. Ну что ж, мне пора прощаться. До новых встреч. Пишите комментарии. Пока-пока.